Всем огромный привет! Меня зовут Алена и добро пожаловать на мой канал! Наконец-то новое долгожданное видео! И как вы думаете, о чем оно? Конечно же, о смартфонах Xiaomi. Уж очень я люблю эту компанию! Так вот, сегодня у меня на очереди Xiaomi Redmi 5 Plus. Угу. А вы видели очень пафосное видео, которое компания Xiaomi выпустила на этот смартфон? Интересно, стоит ли он тех стараний? Дизайн смартфона как бы продолжает линейку Redmi. Сзади он очень напоминает Redmi Note 4 или 4X. Да что уж там, если вернуться на пару лет назад, то визуально крышка и от старенького Redmi Note 3 мало чем отличается. Разве что динамик разместили рядом с микрофоном и разъемом microUSB, а не USB Type-C, кстати. У меня в голубом цвете есть еще розовое золото, золотой и самый выигрышный, на мой взгляд, черный. По-настоящему мужской цвет. Который, кстати, съест черные тонкие полосы вокруг экрана. А он тут очень большой. Почти 6 дюймов с соотношением сторон 18 на 9 и со скругленными углами. Яркий, насыщенный, цвета не искажает, как не наклоняй. Работать с таким экраном очень удобно. Картинка радует глаз, но есть пару нюансов. Несмотря на огромный дисплей и почти не изменившийся с последней моделью форм-фактор, размер смартфона не всем будет удобен. Мне вот одной рукой выполнять ряд задач просто невозможно. Ну и второе, во время просмотра видео, когда разворачиваете ролик на весь экран с нестандартным, напомню, соотношением, часто края видео съедаются. В остальном к экрану никаких претензий. Основные кнопки вынесены в нижнюю часть дисплея. На лицевой стороне никаких дополнительных элементов чуть ниже экрана нет. А вот сверху стандартный набор датчиков, разговорный динамик и фронтальная камера на 5 мегапикселей. Есть также икопорт и разъем под наушники 3,5 мм. Лоток под сим-карты и карту памяти комбинированный. Сканер отпечатков есть, работает шустро и ни разу за все время использования не споткнулся. У меня смартфон на 3 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенной, но есть версия на 4 гигабайта и 64 соответственно. Процессор от Qualcomm Snapdragon 625. Не самый последний, но учитывая стоимость смартфона, который на момент записи обзора на сайте магазина составляет чуть больше 12 тысяч рублей, отличное решение. Видеоускоритель Adreno 506. Больше чем за неделю использования смартфон не лагал. Игры шли хорошо. По асфальту особых недочетов визуально незаметно, а вот танки на максималках идут с неприметным барьером, который выражается в проседающей графике и небольших тормозах. А вот для всех, не побоюсь этого слова, остальных задач этот смартфон более чем подходит. Батарея мощная, на 4000 мАч. Тестируя телефон, мне удалось разрядить его за полтора дня. А когда пользовалась им исключительно для серфинга, то растянула на целых два. Что касается цифр, просмотр 10-минутного ролика на полной громкости на YouTube съел 3% батареи, а асфальт 8 за то же время и на той же громкости отобрал еще 4%. Звук. Внешний динамик хорош даже на максималках. Хрипоты, скрипа или захлебываний не услышите. Ровно как и объемного звучания тоже не получите. Звук я бы назвала стандартным. Для рядового прослушивания треков, просмотра видео и звонка более чем. В наушниках звук отличный. Тем более, что для себя вы в любое время можете его подшаманить. Основная камера на 12 мегапикселей с апертурой f2.2. Слегка замыливает изображение. Нередко в помещении автоэкспозиции скачет. От этого фото получаются либо выбеленными, либо наоборот затемненными. Цветопередача тоже немного страдает, но если вы любите пользоваться разнообразными фильтрами, то для вас это не будет проблемой. Фронталка на 5 мегапикселей неплохая, но, как обычно, во всех китайских смартфонах замыливает. Также немного страдает цветопередача. Фотографии как будто бы получаются несколько необъемными. Селфи будто имеет небольшой розовый оттенок. Но из плюсов фронталка имеет вспышку, так что при необходимости ей тоже можно воспользоваться. Сколько бы вы меня не ругали за сравнение с Xiaomi и iPhone, я сделаю это, потому что другого смартфона под рукой у меня не оказалось. В общем, смотрите, что получилось на фронталках. Как видите, немного страдает резкость, цветопередача и контрастность повышена. Но если не сравнивать, то фотография получается неплохой. Можно слегка доработать фильтрами и выкладывать в Instagram. Видеосъемка. Основная камера снимает в 4К. Фокус ловит не мгновенно, но достаточно оперативно. Что касается звука, смотрите примеры и сами все поймете. Что у нас тут такое? Это Конор у нас, да? Это у нас маленький сладкий Конор? Резюмируем фишки этого смартфона в нестандартном большом экране, отличной батареи, хорошей производительности и, конечно же, стоимости. Ну и напоследок я напомню вам, что средняя стоимость этого смартфона на российском рынке колеблется где-то в районе 12-13 тысяч рублей. Да, конечно, вы можете найти... Что опять начинается? Здравствуйте, я новый видосик. Новый видосик, ты как? Нет, Класс. Теперь вы можете не удивляться, почему видосы выходят так редко. Потому что невозможно снимать. Да, конечно, вы можете найти смартфон дешевле где-нибудь на Алиэкспрессе. Но, блин, стоит ли он этих денег в принципе? Не знаю, решать вам я бы даже эту сумму за этот смартфон не заплатила. Ну, а у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Конор, ко мне. Конор! Ты специально это делаешь? Нет, давай, снимай, продолжай.